Добрый день, уважаемые коллеги! Да, абсолютно правильно, это, наверное, первый доклад, посвященный лекарственному лечению, просто такому же активному лечению, да, пациентов, садающим раком лёгкого, потому что мы максимально всё сделали для подтверждения диагноза, для его стадирования, и теперь переходим к тому, что же возможно сделать. В принципе, актуальность данной проблемы, конечно же, не вызывает никаких сомнений. Некладно правильно, не знаю. Не работает пульт. Не вызывает сомнений, почему? Потому что мы знаем, какая низкая, небольшая продолжительность жизни пациентов, имеющих диссиминированную форму рака. Напомню, что выживаемость, 5-летняя выживаемость больных, имеющих диссиминированные формы рака лёгкого, не превышает 5%. Поэтому, конечно же, актуальность лекарственной терапии, она в настоящее время сохраняет свою очень такую высокую значимость. И что мы имеем на сегодняшний день? В принципе, до начала XXI века, в котором мы, к счастью, находимся сейчас, мы имели только возможности химиотерапевтического лечения в зависимости от гистологического подтипа – полуспеточный рак или железистый рак. В начале XXI века ознаменовалась таргетная терапия, о которой мы будем сейчас говорить, которая, в принципе, то направление, которое демонстрирует выраженные достижения уже сейчас, и, безусловно, будет развиваться очень активно в ближайшие годы, мы это будем наблюдать. И последние 5-6 лет – это уже третье направление очень весьма эффективного лечения лекарственной терапии рака лёгкого – это иммунотерапия, о которой будет рассказывать завтра Слан Толина Проценко. Здесь слайд очень наглядно демонстрирует то плато, которое мы смогли достичь в конце XX века в отношении при использовании химиопрепаратов, в лечении десеминированного рака лёгкого. Мы видим, что какие бы режимы мы ни использовали, а это всегда, конечно же, должны быть платино-стежащие режимы, медианной выживаемости пациентов не превышает одного года, что, безусловно, нас не может удовлетворять. И те эволюции знаний, которые мы наблюдаем в отношении данной патологии, очень хорошо отражены, мне кажется, на этом слайде. Мы видим, что ещё недавно представление о раке лёгкого как в одном заболевании сменилось разделением на подтипы в зависимости от гистологического варианта опухоли. И сейчас уже это правые слайды, аденокарцинома, плосклеточный рак подразделяются на огромное количество подтипов в зависимости от их молекулярно-генетического профиля. Причём мы видим такие большие зоны, они окрашены красным. Это те генетические дефекты, те генетические особенности опухоли, которые мы пока и не можем выявить, и пока не можем интерпретировать. И мы пока не знаем, сможем ли мы их использовать в нашей клинической практике. Наверное, последняя рекомендация НССН, которыми мы, наверное, все такое базисное руководство, которое во всём мире является основополагающим, по крайней мере, для химиотерапевтов. Версия уже последняя, 2018 года. Какие возможности таргетной терапии, то есть направленные именно на генетические мутации или на генетические дефекты, имеются в настоящее время? Вот я, если правильно считала, то я насчитала 10 таргетных препаратов, которые являются уже зарегистрированными и являются стандартами в зависимости от применения, в зависимости от того или другого вида генетического профиля этой опухоли. Наверное, имеет смысл, говоря о лекарственном лечении, напомнить понятие предиктивных и прогнозических биомаркеров, которые тесно связаны с генетическим профилированием рака лёгкого. Предиктивные биомаркеры – это те вещества, те молекулы, те маркеры, которые отражают возможность достижения терапевтического эффекта в зависимости от лекарственного препарата, который мы будем использовать. То есть, в принципе, они не отражают прогноз для жизни пациента, они отражают возможность достижения того или другого эффекта. Как правило, конечно же, позитивного, потому что мы именно с этой точки зрения выявляем эти маркеры. И все генетические дефекты, о которых мы сейчас будем говорить, они относятся к предикторам ответа. Если мы выявляем ту или иную мутацию, тот или иной генетический дефект, особенность опухоли, то мы с большой долей вероятности, с очень высокой долей вероятности, получим терапевтический ответ. И для аденокарциномы, мы говорим в основном об аденокарциноме сейчас, потому что именно для этого гистологического подтипа опухоли характерны разнообразные генетические дефекты. В отношении аденокарцином прогнозистическим негативным маркером является мутация в гене Киерас. Что означает прогнозистический маркер? Если мы выявляем его, то мы ожидаем, что эти пациенты из-за агрессивности их опухоли, вне зависимости от вида нашего лечения, будут иметь худшие показатели выживаемости. То есть выявление мутации Киерас, это тесно ассоциируется с курением. Если у пациента, имеющего аденокарциному, он еще и курильщик, то вероятность выявления такой мутации достигает 25%, и в принципе это негативный фактор прогноза для жизни пациента. И также выявление мутации в гене Киерас, сразу оговорюсь, если мы ее выявляем, то мы уже можем не осуществлять остальное генетическое тестирование, потому что практически выявление других драйверных мутаций, которые нам смогут помочь выбрать лекарственную терапию, они практически равны нулю. Что нам нужно делать в отношении более детального обследования и генетического профилирования больных, имеющих аденокарциному легкого? Винноум в своей лекции уже, конечно, основные моменты осветил, поэтому я буквально схематично напомню, что все неполусклеточные раки должны быть тестированы, в первую очередь, на наличие мутации в гене GFR. Если нет мутации в гене GFR, то транслокации АЛК и РОС-1, потому что все эти мутации, наверное, нам удобны в том, что они не пересекаются к правилу одного пациента. Если мы видим, что пациент негативен, у него нет мутации в гене GFR, то мы с повышением возможности выявления изучаем его профиль в наличии транслокации АЛК, и если нет АЛК, то РОС-1. И также ряд редких мутаций, о которых мы тоже будем говорить, и спектры которых, разумеется, будут в ближайшие годы расширяться. И вопрос о повторной биопсии, тоже о нем Евгений научно упоминал. Жидкостная или опухолевая ткань исследуется при развитии уже резистентности к первой линии таргетной терапии. Селекция больных. Если мы посмотрим на таблицу, то видно, насколько предшествующий образ жизни пациента может отражаться в выявлении тех или иных мутаций у него. Мы видим, что если пациенты никогда не курили, то вероятность выявления у них мутации достигает практически 50%. И еще больше повышается вероятность выявления этой мутации у больных азиатского происхождения, у пациентов молодого возраста, ну, как я уже сказала, мало и никогда не курившие. Кроме аденокарциномы, тестировать нужно и плосклеточные раки, хотя в них, ну, скажем так, в настоящем таком плосклеточном раке вероятность выявления мутации GFR, она крайне мала, не превышает 3-4%. Но в том случае, если это больной молодого возраста, имеющий плосклеточный рак, если он никогда не курил, если объем биоптата мал, и мы беспокоимся, что мы не можем полностью его оценить, если имеется смешанный характер опухоли, то есть имеются компоненты и железистого, и плосклеточного рака, то препараты этого препарата пациента тоже нужно тестировать на выявление тех или других драйверных мутаций. Что мы знаем о мутации GFR? Также я уже после генеоучии не могу говорить что-то новое, но напомню, что в популяции европейской, в частности, в Российской Федерации достигает примерно 17%, в азиатских популяциях процент намного выше, до 50%, и наиболее часто, до 90% всех мутаций, это экзоны с 18-го по 21-й. Половина из них примерно – это дилеция в 19-м экзоне и точечная мутация в 21-м экзоне. И, кроме того, третье место по частоте занимает мутации, это обычные инсерции в 20-м экзоне, которые обеспечивают, вернее, обусловливают первичную устойчивость опухоли к тракетным препаратам. И если мы обнаруживаем у больного аденокарциномы мутацию в 20-м экзоне, то, скорее всего, мы не сможем получить у него эффект от применения таргетных препаратов. И, разумеется, мутации приобретенной резистентности, которые уже появляются на фоне первой линии лекарственной терапии препаратами первой линии. Что мы хотим достичь, когда мы используем те или другие ингибиторы тирозинкиназных доменов этих рецепторов? Мы воздействуем, в первую очередь, на мутации GFR. Это, в первую очередь, патологическая активация сигнального пути, который контролируется эпидермальным фактором роста, который контролирует, опять же, сигнальный путь, основные моменты и пролиферации, и выживаемости клеток. И в настоящее время существует уже три поколения ингибиторов тирозинкиназ. Наиболее ранее изученные в начале 2000-х годов – это эрлатинип и гифтинип, препараты первого поколения, которые, во-первых, обеспечивают обратимое, то есть менее стойкое связывание с мутированным геном, и также они обладают способностью связываться и с немутированным геном. Именно этим объясняется чуть большая частота осложнений со стороны кожных покровов, желудочно-кишечного тракта, которые в последующих поколениях ингибиторов уже менее выражаются, поскольку уже нет связи с немутированным геном. Препарат второго поколения – афотенип, он уже необратимо связывается и не только с ЭДЖФР, но и с практически с тремя, по крайней мере, членами семейства эпидермального фактора роста, и частично у него есть определенная активность и в отношении мутации Т790М. Но, конечно же, наиболее активный препарат – это препарат уже третьего поколения, который блокирует и мутацию в гене ЭДЖФР, и уже сразу же блокирует ту возможную приобретенную мутацию Т790М – замена трианина на метионин. И здесь как раз тоже отмечено, на что могут влиять препараты трех поколений в терапевтических концентрациях. Мы видим, что для гифтиниба, в меньшей степени для афотениба, возможно воздействие и осуществляется влияние на дикий тип гена, а для асимиртиниба препарат третьего поколения дикий тип практически уже находится за пределами терапевтических доз, то есть, в принципе, воздействие на немутированный ген этот препарат не оказывает, что реализуется, в первую очередь, в спектре его токсичности. Но в настоящее время уже не вызывает сомнений, что препараты имеют безусловные преимущества по сравнению с химиотерапией первой линии. В частности, объективных ответов практически достигают 70-80%, разумеется, мы таких цифр не видели, объективных ответов, используя химиопрепараты, и выживаемость без прогрессирования, то есть, в длительности, условно говоря, сохранения этого эффекта. Практически в 1,5-2 раза, достигая 9-10-13 месяцев, медианная выживаемость без прогрессирования у больных, получающих в качестве первой линии таргетные препараты, регистрируется. И, в принципе, когда изначально эти явления были отмечены, особенностью эффекта этих препаратов, то наиболее характерным особенностью эффекта является очень быстрое его наступление. Очень часто пациенты на второй день, на третий день, через неделю от начала приема препарата помещают выраженное уменьшение симптоматики, уменьшение одышки, повышение двигательной активности. Здесь изначально, когда феномен специалисты увидели, то они его окрестили феноменом Лазаря, ассоциацией с известным библейским сюжетом. И помимо скорости и высокой частоты достижения ответа лучшего качества жизни у больных по сравнению с проведением химиотерапии, выживаемость без прогрессирования значительно, однозначно увеличивается. Но если мы посмотрим, то общая выживаемость пациентов, получавших или в первой линии таргетные препараты, или химиопрепараты, она существенно не различается. Но в исследованиях это связано с тем, что, как правило, пациенты, получавшие химиотерапию, при прогрессировании все равно получали препараты молекулярной направленности, молекулярно направленные препараты, и поэтому показатели их общей выживаемости, они выравнивались, но все равно, посмотрите, медиана достигает 30 месяцев, 24 месяцев, то есть медиана общей выживаемости достигает 2-2,5 лет. В основном, как я уже сказала, нет различий воздействия на выживаемость, но, в частности, для препаратов второго поколения, для афотиниба, при наличии именно дилеции в 19-м экзоне, имеется даже принципиальное увеличение медианы общей выживаемости по сравнению с цитостатиками. Но, в принципе, риск смерти уменьшается на 40%, это тоже, безусловное, преимущество таргетных препаратов. Здесь буквально два слайда на территорию Фёдора Владимировича, в Моисеенко следующий слайд, потому что препарат, о котором сейчас я упомяну, это асимертениб, асимертениб, препарат, который эффективен при развитии приобретённой мутации Т719M. Он был активно изучен изначально, разумеется, у пациентов, которые прогрессировали на первой линии и показал эффективность и в качестве монотерапии, и в сравнении с химиотерапией, и что, безусловно, высокопотенциал препарата – это основание для его изучения уже в первой линии. Здесь то исследование, которое буквально в конце прошлого года было представлено и явилось прорывным, значимыми клинически. Мы видим, что если мы используем препараты третьего поколения, и группа препаратов получает препарат третьего поколения асимертениб или препараты первого поколения, то сроки их выживаемости без прогрессирования драматически, конечно же, различают. Практически в два раза эффективность асимертениба по показателям выживаемости без прогрессирования выше. При этом сопоставимая частообъективных ответов. И поэтому по последней рекомендации НССН уже асимертинеп является предпочтительным препаратом первой линии. То есть, в принципе, уже препарат третьего поколения, он уже потеснил более ранние препараты. Я тоже сразу говорю, что не путайте поколение препаратов и линии терапии. Если мы говорим о препаратах первого и второго поколения, второе поколение для нас это асимертинеп, то мы знаем, что и первое и второе поколения используются в первой линии терапии. Они практически не различаются по своей эффективности, по общей выживаемости и так далее. И препарат третьего поколения асимертинеп, он вошел в терапию с первой линией, ну и последующих при необходимости. Разумеется, это поле будет только осваиваться, испахиваться и так далее. Здесь даже не стало я переводить на русский язык название этих препаратов, которые сейчас изучаются. Препарат третьего поколения, потому что какая-то транскрипция, я тоже пока еще не уверена. Но мы видим, что препараты будут, арсенал этих препаратов и, конечно же, более таких чистых, условно, препаратов третьего поколения, а может быть и больших поколений, они, разумеется, будут только расширяться. То есть здесь мы только зависим от возможностей генетических исследований и возможности дальнейшего синтеза. И также очень важно в отношении таргетной терапии мы лечим пациента, а не следуем механическому смене схем лечения. Если мы видим, что на фоне первой линии лекарственной терапии таргетными препаратами у пациента возникают бессимптомные прогрессирования, пускай даже поражение изыгралного мозга, нас это сейчас тоже не пугает. Если нет симптомов, если нет витарный очаг, то мы не прерываем, как правило, таргетную терапию. Мы имеем все основания продолжать прием этих препаратов и оказывать какое-то локальное воздействие на те или другие очаги. Локальное облучение головного мозга или, может быть, радиочетодная абляция солитарного метастаза. То есть возможности этого препарата настолько широки, препаратов этой линии, что без необходимости, без клинической необходимости, без клинических признаков прогрессирования завершать их прием, конечно же, не надо. Это будет не в интересах пациента. Ну, безопасность не будем останавливаться, разумеется, она примерно одинаковая, но есть определенные особенности в зависимости от препарата. Ну и более нельзя, если, как говорят, о равенных мутациях не остановиться на других, не менее значимых. АЛК-мутация, Евгений Наумович тоже уже говорил, это уже более редкая мутация. До 5% больных, имеющих аденную карциному, могут иметь такую мутацию. В том случае, если они негативны по мутации GFR. То есть если мы у пациента выявили мутацию GFR, мы не ищем уже мутацию в транслокации, извините, гена АЛК. Контролирует процессы и пролиферации, и клеточной выживаемости. И также более часто у больных молодого возраста, у не кулящих пациентов, даже у молодых мужчин. Считается, что если такая селектированная группа больных, именно молодые мужчины, никогда не курившие, особенно карциномой, то у них такой искусственный, скажем так, отбор больных, у них часто выявление мутации АЛК может достигнуть даже 20-30%, а не 5, как в более такой общей популяции. Ну, препарат для блокирования этих генетических дефектов, это в первую очередь кризотениб. Тоже он уже присутствует у нас на рынке. Очень быстрый эффект, данные ПТКТ из первых исследований препарата, 14 дней и выраженные такие уменьшения огромного большого количества опухолевых очагов. Поэтому скорость реализации эффекта, она также присутствует и для препаратов этой группы. Ну, кризотениб, у него есть свой спектр токсичности, бывает значимое осложнение пульмониты, которые требуют завершения приема препарата и перехода на другие из них. Здесь, в принципе, сравнение кризотениба с препаратами химиотерапии, которые использовались в первой линии данных пациентов. Ну, безусловно, различия в эффективности и в объективных ответах, и выживаемость без прогрессирования, они абсолютно демонстративны. Разумеется, препараты второго поколения синтезируются, изучаются и изучены. Целитениб, алектиниб, тоже, наверное, в этих препаратах вы уже слышали. И препараты, конечно же, второго поколения, они вытесняют кризотениб с позиций предпочтительных. Здесь мы видим возможность этих препаратов после кризотениба, выраженная частота объединенных ответов. Все, что вниз, это все уменьшение размеров упухолевых очагов. И вот уже исследование Алекс и Джей Алекс у больных изолировано в японской популяции. Я не нашла европейской, нашла только исследование в японской популяции. Уже сравнение алектиниба с кризотенибом. И также мы видим, какие драматические различия в кривых выживаемости без прогрессирования. В принципе, это уже явилось основанием для того, чтобы алектиниб потеснил кризотениб в качестве первой линии терапии. Сейчас уже по последним рекомендациям именно алектиниб является предпочтительным для больных, имеющих транслокации в гене АЛК. Также кризотениб и целитениб в качестве препаратов первой линии. Для мутации в гене АЛК, у больных, получавших уже алектиниб, конечно же, пока второго типа терапии, таргетной пока нет. Только мы говорим о химиотерапии. РОС-1 от транслокации. Это тоже взаимосвязанные теразинкиназы, близко расположенные к АЛК. Поэтому сначала, если мы не обнаруживаем АЛК, то имеет смысл искать РОС-1. Параллельно, наверное, их искать не имеет смысла. Препарат тот же самый кризотениб. Он буквально в 2016 году, если не ошибаюсь, зарегистрирован у больных. Это редкая мутация на буквально 1-2% от всех больных аденокарциномы. Также мы видим высокая частота ответов, высокая длительность выживаемости без прогрессирования, достигающая практически двух лет медиана. Практически все больные живы через год от начала лечения. То есть, безусловно, потенциал этого препарата очень высокий. Поэтому сейчас кризотениб или препарат целитениб – это предпочтительные препараты для лечения этих пациентов. Но, опять же, пока второй линии для них нет. Дальнейшее уже лечение – это химиотерапия. И в отношении того, от чего мы можем ожидать эффекты клинические изучения и уже включения в рутинную практику – это уже более редкие, разумеется, мутации. Здесь часть из них перечислена. Но, в принципе, смотрите, какое огромное поле для того, чтобы реализовывать наш дальнейший научный интерес. То есть, огромное количество мутаций выявляется. Часть отарветных препаратов, которые используются при аналогичных мутациях в других нотологических формах, при раке молочной железы, при меланоме. Эти препараты при наличии аналогичных мутаций в раке легкого, они, конечно же, есть основания их изучать, и они изучены. И, в принципе, некоторые из них даже являются включенными уже в рекомендации. В частности, мутация в генебираф – тоже редкая мутация. Здесь необычно, что она у курильщиков в большей степени, чем у некурильщиков. Высокая частота комбинации браф и меконгибиторов, которые уже тоже являются препаратами первой линии для этой небольшой категории группы больных. Ну и в завершении у меня тоже показательный слайд, что мы можем достичь, если мы имеем данную карциному легкого, выявляем драйверную мутацию и назначаем соответствующее лечение. Если драйверной мутации нет, то медианная выживаемость не превышает двух лет. Если драйверная мутация выявлена, но таргетная терапия по ряду причин не назначена, что часто, к сожалению, бывает в нашей стране, то практически выживаемость пациентов не отличается. Это синяя кривая. Если же мы находим драйверную мутацию и назначаем таргетную терапию, то медианная выживаемость у пациентов достигает трех с половиной лет, то есть практически в полтора раза выше, чем у пациентов, не имеющих драйверную мутацию. Это аналогия как при раке молочной железы, при меланоме с активирующими мутациями. То есть, в принципе, если мы нашли цель и мы на нее целенаправленно воздействуем, то мы, конечно же, обеспечиваем достижение такого высокого терапевтического ответа. Поэтому для аденокарциномы или для рака легкого с компонентами железистого рака стандарт – это, конечно же, генетическое исследование. И выявление генетических дефектов позволяет достичь терапевтического ответа с такой приемлемым показателем токсичности. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Анна Игоревна. Какие вопросы будут, коллеги? Да, пожалуйста. Михей, Юль Саратов. Спасибо за интересный доклад. Мне, знаете, такой вот вопрос, как бы возвращаясь к реальности нашей провинциальных городов, не всегда удается нам определить различные мутации при заболевании легкого. И мне так очень интересно. Если мы начинаем с химиотерапии, и, допустим, через 2-3 курса мы получили мутации, когда нам стоит переходить на таргетную терапию, будет ли это считаться как поддерживающая терапия, или нам надо сразу прекращать химию или довести до каких-то определенных там значений? Спасибо за вопрос. И на это есть ответ в программе «Волекомедазных инсессиен». Там именно такая позиция тоже освещена, как, ну, возможно, если на клинической позиции. Если мы на фоне химиотерапии выявляем таргетную мутацию, то опция или завершаем необходимое количество циклов, как мы запланировали, 4 или 6, мы все равно больше с вами не будем проводить, или мы можем даже завершить на том этапе, на котором мы сейчас находимся, и сразу привести пациента на таргетную терапию. То есть пациент, находящийся на фоне химиотерапии с выявленной таргетной мутацией, должен обязательно быть переведен на таргетную терапию. По крайней мере, рекомендации, которые имеются сейчас, которые актуальны сейчас. А еще скажите, пожалуйста, при наличии БИРАФ-мутации и ХЕР-2, как часто вы назначаете соответствующую таргетную терапию? В клинической практике. В клинической практике. Ну, мы не встречались, конечно же. В смысле, это очень интересно. Если бы мы выявили мутацию в гене БИРАФ, то крайне интересно было бы, значит, комбинацию препаратов, разумеется. Это было бы только как в качестве клинического какого-то эксперимента? Я понимаю, что пока только это разрабатывается. У меня есть пациент с раком желудка ХЕР-2 терапии, получающий уже на протяжении почти двух лет, и прекрасно себя чувствует. У вас пока нет практики применения про ракетную терапию? Нет, к сожалению, нет. Анна Игоревна, тут вопрос уже более такой, носящий административный характер, и возможно, назначение офф-лэйбл по жизненным показаниям. Насколько это возможно? Если мы говорим, тут же идет наличие БРАФ-мутации и ХЕР-2-экспрессии при неминкотлеточном раке легкого, что является показанием офф-лэйбл. Да, в Российской Федерации эта схема не зарегистрирована. Да, уже это переходит немножко в такую зону решения, когда если по жизненным показаниям рассматриваться, то это на уровне консилиума, комиссии и заключения федерального центра, чтобы это вот даже носило какую-то юридическую силу, насколько я понимаю. Да, конечно, абсолютно не согласен. А при ХЕР-2-позитивном раке желудка, по-моему, это стандартно. В 16% случаев обнаруживается мутация, точнее, экспрессии ХЕР-2, и общая выживаемость там составляет порядка 6, медиана общая выживаемость 16 месяцев, поэтому это оправдано, то, что вы говорили. Если мы говорим о раке легкого, то если мутация ХЕР-2, она еще недавно была, возможно, категория 2А, рекомендация доказательности в НССН, использование Терсозумаба, то сейчас Терсозумаб исключен из рекомендаций, и, возможно, использование только конъюгированного препарата ТДМ-1, да, получается? Просто вот в отношении прецизионной терапии не всегда наличие экспрессии или мутации, которые работают при одних солидных опухолях, они оказываются эффективны при других опухолях. Вот это тоже такой феномен, он существует. То есть мы говорим о прецизионной терапии, когда ищем какие-то мутации и назначаем аналогичные препараты. Но вот опыт тех клинических исследований небольших показывает, что не всегда это работает, как бы мы хотели. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Енкефель Казань. А вот можешь спросить, вот все-таки вы сказали, ингибиторы поколения третьего уже как бы на первую линию или второго в Кризис-Тенебе. Вот если так вот разобраться, то каждое поколение дает по 10-8 месяцев безрецидивного периода. Если вы сразу на второе поколение перекидываете, соответственно, у вас же не получится такого большого периода. Если пройдем первое, второе поколение, то есть если суммировать их, все равно же у них есть определенный безрецидивный период. Например, тагрисы там 12-14 месяцев, то есть УРСы там 8-10 месяцев. Все вместе 2,5 года дает. А если вот сразу на второе поколение, а после него что делать, то есть еще пока разрабатывается. Разумеется, я думаю, что, конечно, пациент должен получить самое эффективное лечение на самом начальном этапе. И если мы азимертенип, он сразу, получается, нам дает эти вот 2 раза по 10 месяцев, он сразу увеличит медианную выживаемость без прогрессирования в первой линии до 19 месяцев практически. То есть это препарат, один препарат, который прикрывает нам такой практически 2-годичный срок жизни пациента. Но за это время, во-первых, появятся новые препараты, надеюсь, которые смогут обеспечить лабораторию. Мы все знаем, что и при ИРСе есть 5-6-летний выживаемость, Конечно, конечно, диапазон, конечно. Да, то есть как бы такие периоды, поэтому в этом плане, как бы я не знаю, я совсем согласен. Стоимость ИРСа 90 тысяч, а Агрессия стоит 500 тысяч. То есть ценовая категория достаточно жесткая такая. Разумеется, это фармакоэкономический аспект, он немножко, да, он не в области вот наших научных изучений, да, из исканий. Конечно, мы должны к реалям жизни наши присутствующие. Ну, у нас практический подход, поэтому... Конечно, безусловно, безусловно, не буду задействовать. И еще в отношении того, что, например, я вот слушал, вы говорите, плоскоклеточный, молодой пациент, не курящий отправить. Ну, на ЭДЖФР я еще отправлю, хотя это платно будет. Но все остальное, там вот этот смысл есть вообще. Скорее всего, здесь я имела в виду именно исследование выявления мутаций в гене-ДЖФР, потому что все-таки процент высокий. Если Алькаи, рост, наверное, в плосклеточном раке, ну, в рекомендациях это есть, но как желательно, но, разумеется, не может быть обязательно. Если плосклеточный рак, если уже изучена мутация ДЖФР, нет, ну, можно, конечно, попытаться. Может быть, там мы найдем иголку в стоге сена. Если пациент, например, настроен на этот дальнейший поиск, почему нет? Участники клинические исследования, в которых мы сейчас участвуем, там больные и немелоклеточным, и плосклеточным раком, и все пациенты должны быть тестированы на наличие мутации ДЖФР, АЛК и РОС-1, даже больных плосклеточным раком. То есть, в принципе, вот эта возможность, пускай минимальная, там, не знаю, доля процента, но выявление даже в плосклеточном раке вот этих генетических драйверных мутаций, она все-таки, получается, присутствует даже в клинических исследованиях эти пациенты тестируются. Ну, да, моя личная мнение, что это больше научное значение такое, чем... Да, да. Спасибо. Анна Игоревна, у меня к вам еще раз вопрос. Вы представили, на самом деле, блестящий доклад, повторение мать учения. И еще раз бы, вот могли бы вы озвучить оптимальный алгоритм, опуская фармакоэкономические аспекты, ведение пациентов с активирующей ЭДЖФР мутацией? Вот оптимальный алгоритм лечения, так скажем. Лечение. Но если мы выявляем мутацию, мы лечим препараты. Вот оптимальный, с вашей точки зрения, имея всю ту базу данных, которые вы нам сегодня представили? Если мы говорим уже о самых современных подходах, то выявление мутации в гене ЭДЖФР – это предпочтительное использование уже препарата третьего поколения – асимирциниба. Разумеется, препараты первого и второго поколения не ушли никуда за рекомендации, они также могут использоваться. Если мы используем препараты первого и второго поколения, и в дальнейшем развивается прогрессирование на этом фоне, мы выполняем повторную биопсию или жидкостную плазменную, или если она оказывается негативной по своему ответу, мы выполняем биопсию опухоли, выявляем или не выявляем, опять же, процент выявления мутации ТСМ2-90М, который Розумич будет рассказывать, достигает 60%. То есть вероятность получения этой мутации высока. Если на первой линии не было асимирциниба, мы переходим на него во второй линии терапии. Спасибо большое. Продолжение следует...